Леша, хотела спросить такой момент. Очень частый, самый частый запрос от людей в комментариях, в личных сообщениях выглядит так. Какую камеру купить первую? Я понимаю, что это настолько обширный вопрос, и, наверное, сложно будет его как-то детально обсудить. Но хоть какое-то понимание можно дать людям, чтобы они как-то себе могли на этот вопрос ответить? Ну, я думаю, что, во-первых, мы буквально там, когда две недели назад, проверили целый семинар по этому поводу. И в начале этого семинара, я сказал, он длился полтора или два часа. В начале семинара я сказал, что из всей информации, которую мы подготовили, мы расскажем всего лишь 20% за два часа. Да, то есть так, чтобы человек смог для себя ответить действительно качественно, какая камера ему нужна и что для этого нужно, на какие вопросы нужно себе ответить. Но если вот вкратце, за 5-10 минут давайте просто пробежимся по пунктам, а вот если надо развернуто, то я думаю, что можно там так или иначе посмотреть этот семинар. Он как бы бесплатный, никаких проблем с этим нет. Самое первое, я думаю, на что нужно ответить себе, на какой вопрос, это вот хотите вы снимать на какую-то камеру? Это знаете, вот как мотоцикл, да, вот самый главный критерий вот первого мотоцикла, будешь ты на нем ездить или нет, да? И тут тоже, будешь ты на эту камеру снимать или нет? То есть, ну как минимум, было бы неплохо ее подержать в руках, попробовать поснимать, да? Это во-первых. А во-вторых, чаще всего мы покупаем камеры по той причине, потому что вот нам нравится картинка, которую она делает, да? И это вот у каждой камеры, вот разные камеры, каждая камера снимает по-разному. Разные цвета, разные контрасты там и так далее, и так далее. То есть вот, например, мне нравится Nikon, кому-то нравится Canon, да? Кто-то, кому-то нравится Leica. Кто-то вообще ничего не хочет, хочет снимать только на пленку, да? Вот, и вот вы для себя должны ответить на вопрос, то есть вот банально, да, вот заходите там в Инстаграм, на Flickr, там и так далее, и смотрите, на что сняли те кадры, которые вам нравятся, да? Это как минимум. Это вот, знаете, это такой вот очень поверхностный слой, да, то, на что нужно ответить. Потому что если мы будем копать глубже, да, то есть для чего вам эта камера, то есть что вы будете с ней делать, да? Если вы будете ходить, там, куда-то в отпуск поедете и просто-то вам надо щелкать для того, чтобы вот были какие-то симпатичные кадры на память, можно вот, например, взять пленочный фотоаппарат Ricoh. Он автоматический, например, но при этом он достаточно профессиональный с точки зрения качества, тут классная оптика, пленка сама по себе сейчас вообще в тренде, да? То есть если вы там не снимаете тонны фотографий, если вы никуда не спешите, если вам не нужно в редакцию срочно отправить фотографии, то я думаю, что пленочный фотоаппарат вот такого типа, да, автоматического, это самое лучшее, потому что у вас будут, ну, самые классные кадры, которые только могут быть, потому что, ну, пленка, она все-таки вот имеет, так сказать, шарм, и при этом, ну, то есть вам не нужно никуда спешить и так далее, и это действительно как бы памятная вещь, вот. Дальше вы должны себе ответить на вопрос, какой системы вы хотите фотоаппарат, да, то есть зеркалка, беззеркалка, дальномер, пленка или цифра, да? То есть что нужно? Нужно бы как бы задаться вопросом, ну, то есть в чем разница, то есть, и опять же, для чего вам это нужно, то есть подходит ли это для тех задач, которые вы хотите реализовывать. Если вы собираетесь, ну, то есть если у вас нет никакой задачи, например, прямо сейчас там зарабатывать деньги там или что-то там конкретное снимать, и вы хотите учиться, и у вас есть на это время, я бы рекомендовал бы пленочных фотографий. Классический, пленочный, механический, без всяких там автоматов и так далее, вот, типа, там, вот, Бесса, например, она дешевле, чем Лейка, или какая-то зеркальная пленочная камера, но поснимая на нее, вы себя, знаете, это когда-то такой тренажер, то есть вы научите себя фотографировать железно, и потом вам не важно будет, на какую камеру снимать, будь то цифра, будь то пленка, будь то что угодно, вот. То есть если вы никуда не спешите, если вы хотите как бы конкретно научиться, то есть многие говорят, типа, проще там учиться с цифрой, я вот не согласен, то есть вы потом будете себя переучивать, ну, просто с головы на ноги будете себя ставить, вот, то есть это вот, знаете, как водить машину на ручной коробке, вот, и на автомате, то есть это разные вещи, вот, что касается, ну, опять же, есть как бы приверженность, да, какая-то, да, то есть кто-то Nikon, кто-то Canon, но это тоже имеет отношение к тому, что вот, что вам нравится больше, потому что если это первая камера, то приверженности теоретически не должно быть, вот. И не нужно слушать вот этих всех маркетологов, потому что все говорят, что их камера лучшая, что вот там у Лейки там 100 лет там истории, у Nikon там свое, и у этих там, ну, короче, это все религия. И на это, ну, не нужно, я думаю, обращать внимание, нужно вот отвечать на себе вопрос, то есть что вам нравится и что вы хотите делать, подходит ли эта камера, которую вы там хотите выбрать, к тем задачам, которые вам вот нужны. Я думаю, что вот это вот, ну, как бы основные вот вещи, которые нужны, вот, первично. А я думаю, что более подробно можно вот написать в комментариях и получить доступ к тому семинару, мы там говорим об этом подробнее. И будут еще семинары об этом поводу, я уверен, потому что, я же говорю, мы только 20% вложились, там есть как бы еще много чего, чего рассказать. Ну вот, если вкратце, то это вот примерно так. Спасибо.